Алла Маргева читался об исполнении поручений, озвученных президентом в ходе послания народу и парламенту. Итогом планомерной работы в сфере сельского хозяйства должно стать развитие экономики и обеспечение продовольственной безопасности республики. Сельское хозяйство, безусловно, оно должно занимать одно из ведущих мест в экономике нашей республики. Однако, для кого не секрет, что ситуация на сегодняшний день в отрасли, она очень непростая. Основными производителями сельхозпродукции у нас являются личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства, продукция которых реализуется в основном на внутреннем рынке республики. Основная часть потребностей в сельскохозяйственной продукции, она на сегодняшний день заводится из Российской Федерации. Однако, мы знаем, и все это знаем, что республика обладает необходимым потенциалом. Марьев говорил и о возобновлении комплекса перерабатывающих производств. Сейчас многие фермеры сталкиваются с проблемой хранения и реализации урожая, так как отсутствует предприятие по хранению и переработке зерна. Также, как добавил Марьев, у ГУПа есть задолженность перед государством более 20 миллионов рублей. В республике нет перерабатывающих производств. Это крайне важно. Перерабатывающие производства крайне важны. Необходимо создавать возможности для сбыта производимой нашими сельхозтоваропроизводителями продукции. В сегодняшний день у многих сельхозтоваропроизводителей есть урожай прошлого года, довольно-таки большие объемы, которые они не могут реализовать. Министерство ввело работу по освобождению ГУПа от этой задолженности, по ее частичному списанию. Сегодня можно сказать, что практически вся задолженность ГУП от нее избавился, за исключением двух моментов. Они связаны с выплатой заработной платы тем работникам, которые до этого работали на этом предприятии. Однако сегодня в этом направлении также ведется работа. И мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет закрыт. Что касается мельницы, нужны большие средства, чтобы запустить ее должным образом. Однако в скором времени ожидается приезд специалистов, которые готовы взяться за ремонт. Мы прорабатываем вопрос. Нашли человека, который обещал нам запустить существующую мельницу, немного, скажем так, с наименьшими финансовыми ресурсами и затратами. В течение двух недель обещал приехать здесь на месте посмотреть, и мы обязательно вас проинформируем и доведем полученную информацию по результатам его работы. Президент не раз поднимал тему низкой эффективности землепользования. Много лет земли сдавались в аренду, субаренду и простаивали годами. Одно из поручений Минсельхозу – предоставление полной информации о владельцах земельными угодьями, которые так и не приступили к обработке своих земельных угодий. Не обрабатываемые и неиспользуемые земли должны изыматься и передаваться тем, кто готов трудиться и поднимать сельское хозяйство. Если мы вместе пройдем и посмотрим, то земли в основном не обрабатываются. Поэтому надо с комитетом госимущества очень серьезно этот вопрос проработать. Те, кто занимаются, те, кто обрабатывают земли, наоборот, будем помогать. Те, кто просто заключил договор в свое время, там 10-15 лет тому назад, не выплачивают арендную плату, не пользуются вот этой землей по назначению, будем или через госимущество, или через суд изымать землю. Сегодня комитетом госимущества и подведомственным министерством службы Югосельхознадзор проводится работа по инвентаризации земель сельхозназначения. Они выезжают на места, проверяют целевое использование выданных в аренду земель сельхозназначения. По информации, которая у меня сегодня есть, от комитета госимущества, завершена работа в Цинвальском и Знаурском районах республики. С завтрашнего дня приступают к работе в Цаусском районе. Ну, соответственно, по завершению в Цаусском перейдут на Ленингорский район. Важно, чтобы увеличивалось количество предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве. С этой целью необходимо проработать вопрос обведения дополнительных мер господдержки. Надо проработать вопрос еще и в том числе, чтобы стимулировать наших внутренних производителей. Каждая из страны пользуется вот этими приграничными возможностями. И своими службами, которые регулируют фозы вывоз продукции, имеются в виду и таможенный комитет, и другие фискальные органы, которые у нас содействованы на границе. Мы вас проинформируем о конкретных предложениях по этому вопросу, по каким направлениям мы хотим ввести данные в господдержке. Но основные мною обозначены. Это гранты на поддержку начинающих фермеров и на развитие животноводческих ферм. У нас прекрасны климаты, хорошие условия для выращивания овощей и фруктов. Между тем, добавил президент, они зачастую дороже, чем в крупных российских городах. Необходимо проработать вопрос организации и реализации вот этих тепличных хозяйств. Как показывает практика, это даже в Кавказских республиках, это самые короткие сроки дают очень большой эффект, такой очень серьезный результат. Имеется в виду в плане даже создания рабочих мест, в плане снижения себестоимости, невыпускаемой продовольственной продукции. И самое главное, самое важное, это то, что повышение уровня продовольственной безопасности республики Южная Осетия. Президента интересовал вопросы реализации проекта в рамках предоставления льготного кредитования. Приоритетно они выдаются гражданам, которые взяли обязательство заняться сельским хозяйством. О результатах работы в этом направлении также рассказал Алам Маркиев. Наверное, необходимо или согласование, или привлечь специалиста Министерства сельского хозяйства изначально с самых первых шагов организовать сопровождение реализации вот этих бизнес-проектов. Министерства сельского хозяйства, Безусловно, есть и положительные примеры. Есть хозяйства, которых не много, но есть. Могу сказать, что сам был на ферме, фермерское хозяйство, КФХ, насколько я помню, Горец, называется, это в селе Приск, Невальского района. Ребята начали практически с нуля. Кредитные средства получили в размере порядка 5 миллионов рублей. Насколько я помню, на сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 25 голов. Начали уже производить сыр. И в ближайших планах у них закупка пастеризатора, необходимого оборудования для того, чтобы уже они могли реализовывать и молоко, и другую продукцию. В серьёзной поддержке нуждается ГУП ИР Агропромсервис, машино-тракторный парк которого практически выработал свой ресурс. ГУПам прилагаются все усилия для того, чтобы пока задействовать имеющуюся технику. По поводу обновления парка мы сегодня прорабатываем вопрос приобретения техники по договору лизинга с ООО «Росагролизинг». Сегодня нами ведутся переговоры. Есть уверенность в том, что благодаря общим усилиям в ближайшее время этот вопрос решится. Подготовка к квалифицированным кадрам – ещё одно направление работы Минсельхозов. В ходе встречи с российскими коллегами стороны договорились о предоставлении целевых мест в профильные вузы по линии сельского хозяйства. Как сообщил Маргев, проработан и согласован вопрос о выделении дополнительных стимулирующих надбавок работникам Министерства сельского хозяйства. Ведётся работа и с Минфином, и с правительством. На последнем заседании правительства были установлены стимулирующие надбавки к окладам работников отрасли сельского хозяйства по разрядам где-то 100%, где-то 70%, где-то 30%. Это нам говорит о том, что руководство прилагает все усилия для того, чтобы увеличивать заработную плату в частности и работников отрасли сельского хозяйства. Здесь условно мы понимаем, если не будет достойных заработных плат, не будет необходимых условий для работы, туда, на эти специальности, к сожалению, не будет. Люди труда – это опор любого государства. И важно сделать так, чтобы труд на земле стал престижным. Создать максимально комфортные условия земледельцам и фермерам и показать, что фермерство является прибыльным делом, дополнил президент. Годами на всевозможных площадках мы то и дело говорим о том, что надо развивать сельское хозяйство. Но в самое ближайшее время мы уже должны похвастаться эффективными результатами.